Всем привет! У нас сегодня тема о том, как мы, наши команды, переходили с одной CMS клиента на 1S Bittrex. Меня зовут Настя, я QA-специалист, и я работаю в IT-сфере с… А сейчас я покажу еще с текстом, чтобы было понятно. Работаю с 2017 года. Что я люблю помимо IT, это музыку и прогулки. И, собственно, в Питере, я думаю, я это и найду все. Почему я приехала, собственно. Все здесь есть. И о чем мы поговорим. К нам пришел клиент, у него был запрос. Запрос какой? Запрос. У нас есть интернет-магазин, но у него низкая конверсия, у него плохой функционал, ну, недостаточно хороший. Не скажу, что плохой, да, потому что он все-таки работал, и он конкретно способный, этот сайт. И ему нужно было перейти на другую CMS, чтобы повысить уровень эффективности его бизнеса, да, чтобы повысить уровень обучаемости и уровень квалификации его специалистов. И мы об этом поговорим сегодня. Что еще будет? Этапы тестирования, которые мы проводили, которые мы для себя выявили, которые были эффективны именно в нашем кейсе. На что нужно обратить внимание? И небольшой интерактив. Сейчас мы тут опрос проведем. Кто в последние 48 часов сидел в соцсетях? Поднимите руку. Единогласно. Отлично. А 48 минут последний, кто сидел в соцсетях? Вот мы и нашли вас. Кто в последние 48 часов заказывал что-то в интернет-магазинах? Ну, хотя бы набирал корзину. Набрали корзину, но вы обязательно это закажете. Ну, там была рука. Окей. Что из этого вообще мы можем выделить? Большая часть людей все равно используют e-commerce в качестве покупок, в качестве места, где они могут что-то найти. И у нас уже у пользователей есть определенный UX, определенные предпочтения, определенные привычки. Например, мы хотим, чтобы доставка была на следующий день в идеале. Просто через 5 минут. Это вообще другой мир. И мы хотим, чтобы сайт был удобен, чтобы он был понятен, чтобы каталог, его вид, чтобы мы сразу пришли, посмотрели и поняли, куда нам нужно идти. Либо поисковая система, она должна быть очень хорошо отработана. Его алгоритмы должны быть хорошо отработаны. И, например, кто-то хочет открыть свой e-commerce. У него уже есть, может быть, офлайн-магазин, может быть, у него уже есть и старый какой-то e-commerce-магазин, который работает на какой-то старой системе. Но у него встает выбор. Мы берем коробочное решение или мы берем какую-то технологию и сами пилим эту платформу. Тут каждый выбирает под свои потребности. И что было у нас? У нас был… Давайте вот так видно. Хорошо. У нас был продакшн с многолетней работой, со своей уже клиентской базой. Уже клиенты знали, где можно что найти, кому обратиться, как написать в саппорт, с какой проблемой они могут помочь, с какой не могут помочь, может быть, даже. У нас есть саппорт, который в штате нашего клиента. Они хорошо знают свое дело, они хорошо знают, как помочь клиенту. И такая вишенка на торте – это проблемы с функциональностями. То есть есть публичная часть, есть админская часть. В публичной части какая проблема была? Это конверсия, плюс плохо работали фильтры, плюс у нас есть интеграция с 1С. Интеграция с 1С, она со старой системой работала достаточно плохо. Импорт проходил раз в 15-20 минут. Это было достаточно мало для этого. Почему? Потому что у нас есть остатки, у нас есть товары. Например, какой-то покупатель, там даже несколько делают заказ в эту минуту, потом в следующие две минуты, если у нас импорт не прошел, то у него будут неактуальные данные на сайте. И был, конечно, устаревший дизайн. Но устаревший дизайн для такого крупного клиента на самом деле не есть хорошо. Поэтому это нужно было исправлять. Плюс интеграция, стандартная доставка, оплата. Это доставка либо в пункт вытачи, либо в их магазинах, которые также являлись и складами, либо доставка курьером. И плюс способ оплаты, стандартные эквайринги, какие-то кредитные брокеры, агрегаторы. Не брокеры, забудем. Все, что было до этого. Дальше. И что у нас должно быть? Это новый конкурентоспособный, стабильный продакшн. Должна быть доступна документация для обучения саппорта и вообще других сотрудников, которые будут работать с этой системой. Плюс нужно обновить UI, чтобы это было прям конфеточкой, чтобы это было изнаваемо. Это чтобы вышел на новый уровень конкурентоспособности в нашей сфере, для нашего клиента. Плюс оставить те же интеграции, которые есть, но и добавить еще и новых, каких-то современных, которые могут предоставить, например, более хороший сервис. Может быть, это фулфилминг какой-то. Как мы к этому пришли? Какие этапы у нас были? Первое. Мы пришли к клиенту. Нет, клиент пришел к нам. Потом мы пришли к нему с вопросами. Собрали то, что он хочет, какие у него боли есть. И на основе этого мы предложили какие-то свои варианты. Мы сформировали ТЗ, при этом мы не брали все его, скажем так, проблемы в работу. Почему? Потому что некоторые проблемы можно было убрать в развитии проекта, а не на стадию версии MVP, потому что тогда бы наш проект расширялся по бюджету и по границам. Далее. Мы выбрали технологии и сроки. У нас было примерно полгода. По технологиям выбрана была 1С, система управления сайтом. Почему? Потому что первое – это интеграция с 1С. Это было бы хорошо вместе. Это одна экосистема. Это все хорошо настраивается. Это одна из причин. А другие, может быть, и узнаем, а может и нет. Но посмотрим. Состав команды. Состав команды менялся в зависимости от этапа проекта. То есть начальный этап подключился один QA-специалист, он пошел на разведку прочухать, пронюхать, что там происходит. И потом, например, сказать, нам нужно еще 5 специалистов для тех задач, для регресса и так далее. Было 2 разработчика front-end и 4 разработчика back-end. Дальше. У нас был workflow. Workflow тоже не один. У нас workflow менялся. В зависимости от стадии проекта. Это не я. Итак, в зависимости от стадии проекта менялся workflow. Сначала был спринт. Мы по спринтам работали, потому что такой прям достаточно понятный набор задач. И потом мы перешли на канбан, потому что уже немножко переходил в развитие. Все проектирование и разработка. Ну и дальше мы проанализировали наши решения принятые. Что мы делали хорошо, что мы делали нехорошо. Нехорошо мы тоже делали. Ну и совсем немножко. Ну и, конечно же, вывели какие-то решения для себя, чтобы больше так не делать. И еще раз, что было важно для клиента. Это было эффективное ведение электронной коммерции на том же уровне, как минимум. И еще повышаем уровень эффективности. Далее. Сохранение текущего уровня управления каталогами. И плюс была проблема двойного ввода. То есть специалисты могли ввести данные со стороны мастер-системы 1С и могли ввести данные со стороны системы сайта. И поэтому был рассинхрон данных. Это нужно было точно убирать 100%. С помощью, например, настройки интеграции с 1С. Интеграция, способ доставки оплаты и мастер-системы, которая уже есть, мы ее менять не будем и не стали. Доступное быстрое обучение для персонала нашего клиента. И плюс сама функциональность. Стандартно. То, что у нас есть в e-commerce. И какие у нас были особенности тестирования, которые мы вывели для себя, для нашей команды. Несмотря на то, что Bittrex 1С – это коробочное решение, казалось бы, это стандартно. Что там стандартный набор. Мы просто ее купили, эту коробку. Просто ее поставили. И все хорошо работает. Так, коробочное решение. Да, стандартное мы ставим. И как будто бы это не нужно дорабатывать. Ну и настроили, пусть она плывет. На самом деле нет. На самом деле нужно проверять соответствие и валидацию делать. Соответствие с бизнес-процессами, которые уже есть у бизнеса. Сейчас мы сделаем квантовый скачок на пару слайдов. Прямо вот сюда. Да, и у Bittrex есть версионность. Да, коробка, она обновляется. Обновляется она как? Не приходят создатели коробки и спрашивают, а что вам нужно, да? Ну, грубо говоря. Они сами идут по своему развитию, свои системы. И здесь вам приходят, говорят, у нас новая версия вышла. Вы либо ставите, либо не ставите, да? Вы не можете выбрать часть того, что там они уже сделали, обновили. И здесь нужно проверять и смотреть, а что будет обновлено. Какие функциональности сайта будут затронуты, да? Чтобы не упустить важный критичный функционал, который уже работает. Да, это нужно внести в регресс. Теперь командовый скачок обратно на слайды. Ага. И еще, например, акции. У Bittrex есть стандартный механизм работы с акциями. Например, приходит бизнес, даже мигает, приходит бизнес и говорит, я хочу скидку 15% на все ноутбуки с 1 августа по 5 сентября. Да, окей, мы это сделаем без проблем. Там стандартный механизм, все мы знаем. Но бывает так, что бизнес приходит и делает запрос. Например, нам нужна скидка 30% на определенный бренд В, да, и чтобы эта скидка суммировалась с уже работающей скидкой на сайте в 5%. И это было только для авторизованных пользователей. Скидка 5% действует, причем, на весь круг. И здесь вопрос, сможем ли мы это сделать с помощью стандартных механизмов работы нашей коробки? Или нам нужно будет это кастомизировать? Да, у нас был кейс, когда нам пришлось кастомизировать коробку и работу с акциями. При этом нужно было проверять все места, где есть цены. Это каталог, карточка товара, корзина, чек-аут, интеграция, куда уходит информация. И здесь мы все проверили, все понятно. Далее у нас есть стандартные функции. Это заказ, каталог, инфоблоки, которые помогают работать с этой системой. Мы там храним какие-то списки данных, какие-то блоки используем для контента. Плюс отчетность и интеграция. Отчетность для чего, например, нужна нам? Чтобы, ну, для нашей технической команды, например, у нас была интеграция с кавкой. И у нас кавка приходила и писала задания, все сообщения прямо в базу данных, например. И при этом мы не видели ошибок, которые приходят, да, если, например, файл неправильно распарсился. Или при парсинге у нас не было понятно, какой параметр неправильно встал. Или вообще он просто не был найден. Здесь важно настроить мониторинг, чтобы вы превентивно в последующем, да, воздействовали на такие ошибки. И чтобы вы сразу понимали и знали, что у вас произошло. И сразу как-то воздействовали на это, исправили. Плюс. Ну и, да, чтобы у вас не получилось в итоге, вот, тулюм-булюм, как вы видите на гифке. Идем дальше. Версионность мы посмотрели. Протоссипирование и дизайн. У нас коробочное решение, и в коробочном решении у нас уже есть стандартная админка. Есть такая практика, я ее встречала, да, дизайнить админку. Это неплохо, но нехорошо на начальном этапе, да, когда мы переходим на какую-то новую CMS, это наша прям MVP-шка. Здесь при обновлении вся красота, которую вы наведете, она может просто слететь, если вы это еще и неправильно делали. Поэтому здесь это неплохо, но важно это оставить на развитии вашей системы, вашего проекта. Далее у нас импорт интеграции. Соответственно, импорт с мастер-системой должен быть хорошо налажен и проверен. Да, это у нас будут интеграционные end-to-end тесты. Обязательно нужно смотреть, что все заказы, да, все данные по заказам, они правильно уходят, да, и правильно приходят данные в ту систему, в которую они ушли. независимо от того, как была интеграция сделана. Ну и еще важное, но последнее, последнее, потому что оно не так важно, как остальные пункты, да, это то, что у нас есть разные роли в системе. Да, у нас есть администратор, все я системы, есть саппорт, саппорт, смотря какой линии поддержки, да, саппорт, который просто помогает пользователям, саппорт, который помогает командам другим в работе, да, неважно. У саппорта должны быть определенные доступы к системе в админке, да, в разделы. Плюс оператор-покупатель. Оператор работает с покупателями. Покупатель работает в какой? В публичной части, да, у нас. Операторы также могут работать как в публичной, так и в админке. И важно проверить, что у пользователя нет доступа в админскую часть. Либо вы ставите заглушку, да, вообще хорошая практика не ставить ошибку 403, потому что, ну, что-то там, значит, и есть интересное для пользователя. И есть, например, контент-менеджер, есть бизнес-пользователи. Бизнес-пользователи обычно запрашивают доступы, ну, по бизнес-процессам, да, согласно, куда им нужно информацию посмотреть, где. Там они хотят сидеть. И контент-менеджеры, соответственно, у них не должно быть доступа в раздел заказов и важных коммерческих каких-то еще разделах. Они не должны сидеть. Что вышло по итогу? Немножко да, но нет. У нас был новый стабильный продакшн, да, на новой CMS-системе 1S Bittrex. У нас был обучен саппорт. Саппорт знал, куда ему идти, если у него есть какой-то вопрос. Да, узнал, как помочь другим, своим, другим пользователям. Плюс у нас был обновленный, шикарный, не повезет слово, дизайн сайта. Без проблем, которые были на прошлой версии. Плюс хорошо работающие интеграции, плюс мы добавили интеграции, и мы получили бесценный опыт работы на таком проекте. Вот. И еще здесь QR-код с чек-листом для Bittrex. Такой верхнеуровневый. Вот если бы в свое время я его нашла и получил какое-то знание оттуда, я была бы очень рада, на самом деле. Поэтому, собственно, и родился этот доклад, потому что мне бы такая информация помогла бы на проекте. Вот. И это второй QR-код, статья. Тоже она написана под опытом разных проектов Bittrex. Могу оставить, могу потом кому-нибудь скинуть, если нужно еще. И спасибо за внимание. Если есть вопросы, есть мерч за вопрос. Вот. И приходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Насколько я понял, одна из главных задач была более хорошая интеграция систем, в том числе Bittrex и 1С. И получилось ли достичь этой цели, и как часто данные из Bittrex импортируются в 1С? Как часто импорт шел? Да. Импорт шел, например, если говорить о данных, не заказа, а товаров каталога, то мы настроили раз в минуту. Раз в минуту, это обновлялись остатки, если был сделан заказ, какие-то резервы. Но резервы, они моментально, кстати, уходили. Если данные по заказам какие-либо, то по триггеру, например, был создан заказ, и данные ушли в систему. И система нам ответила, что все, хорошо, мы это приняли. Вот. Какие еще проблемы? Можно, пожалуйста, первую часть вопроса? Насколько эффективно получилось интегрировать 1С Bittrex и другие системы? Мы оставили то, что уже работало. Одну мы только забрали, потому что мы заменили более многофункциональной другой. Не могу сказать, какой интеграции. Но в целом это было несложно. Была проблема на этапе получения, наверное, доступов. Доступов именно нужных кредов, которые необходимы для интеграции. А в целом, ну, это было успешно все-таки. В итоге, когда-то через этапы. Да. Я немного прослушал. А дизайнер был от заказчика? Дизайнер? Да. Дизайнер был от нас. Вопрос такой. Как-то вообще проводилось исследование, когда сделали обновленный дизайн, как пользователи это приняли? Ну, на собственном примере, как пользователя, зачастую старое, не очень красивое, но более привычно, удобное, чем новое, но непонятное. Но могу начать с другого этапа. То есть со стороны клиента была мощнейшая валидация принятия дизайна нового. А вот со стороны пользователей какие-то исследования, вот это уже этап у клиента. И это проводили не мы, и данные нам, к сожалению, не передавали, или к счастью. Спасибо.